Римская империя В первых хочу вам загадать загадку. Нам на уроку спотребится телефон и монетки. Для чего? Отказ не читая у концы урока. В первых годах до н.э. возникла Римская империя. И первым императором становится Актавиан Август. Правил державы на протягу 1940 года, как завоевать симпатии простых людей на все простое оденье, раздавав хлеб беднякам. У его были вельни суровые законы, которые осуджали роскошу и аморальные погодины. Именно с правлением Актавиана Августа спынились и хромадянские войны. И он загадал новоториями подавать алтар миру, узнав бахини миру. У руках императора была полная улада. И он был и верховным шрацом, и халомным судзей, и народным трибоном, и халомным командующим. Наступным героевником становятся ты веры. Спочатку не хотел быть императором, а ли это было только притворство. Ставший императором, проявил себя жесткий кировник, и, боючийся комста, навык поселился на острове. Ставый императором, мужик усталым взрослым. Колема было 55 годов, и кирова держала на протягу 23-го года. Али за весь этот час он ни разу не свернулся до урачов. Як вы думаете, чем он что-то не хворил? Да и не, он верьми погарливо относился до них. Кожный император хотел оставить свой след ухи истории. Кто-то робил дредные ученки, кто-то на двору добрые. Також, наворшим императором Римской империи становится Нерон. Жорсткий и подозронный человек, и он завсёдый хотел быть першим. Поведомляюсь про такие выпады, что навык йон захадал забить артиста только за то, что спел артиста перекрывал голос Нерона. Йон захадал спалить Рим. Али обвинователям в этом зусе имщих людей. У той час, коли был пожар у Риме, Нерон починает будовництво золотого дома. Золотый купол, золотые стены, прихожены каштоны, стены каменями, жамчужинами. Нет зима, что Нерон был забит своими переемниками. Хлеба и ведовища хотели римляне, и это императоры им давали. Для бедняков императоры сдавали бесплатно хлеб и будавалися розные будинки. Термы в каталазме, так само для будинки, для гладеяторских боём, цирки. В 72-м годе баталка почалося будовництво Колизея при императоре Веспасияне. Будовництво шло целых 10 годов, закончив его сын Цит, умешал её на 50 тысяч глядачок. Там были и места для сидячих, и для простых, и для богатых римлян. В этом будинку проводились гладеяторские бои и инши мероприемства таки ведовищные. Али самым наилепшим у хисторы императора влечится троян. Именно часы его кирования спойнилися доносы, проследования хромадзян, вот им лику их христиан, яких преследуют той час. Йонгий Мишмат воевал, премь Римская импера досягнула значимых по мерам за всю свою историю и основание больше 5 ста годзил. Йонгой ведомящий в дальнейшем будовник-архитектор, ведома угона первого из вагами колона Трояна. С третьего ста годзия император стал один и кировником державы. Его слова была священной, недотыкальной, божественной. Император кировал армией, только и он выращал пытания войны и миру, была великая колька с чиновником, яке сочили за выконанием закона и сбором податков, только и он призначал наместников у провинции. За снявах до императора были вельми жесткие законы, это лечилось тяжким злочинством. У лада императора передавалась у спадщины, у его сына со свояка. Али часто старался так, что императора ставила армия, сена, або императором становились у вынеков романтианских войн. А вот нам и теперь разгадка нашего урока. На монетах чаканилися профи императора. У парка ставились скульптуры императора. Таким чином роль императора возросла. Рынская импера поширала свои межни, и она уже размещалась, как мы видим, у трех частках света – у Европы, Азии, Африцы. И для аховы своих храниц межу будавались специальные умоцования лемесы, для того, как не нападали барварские племены. Их это дало передышку на долгий час. Али потом сдавалось и так, что барваров запрошали рымляне для аховы своих храниц. Для того, как показались, велич Рымской имперы была складена рымским географами карты тагачасных асвету. И она была примацавана на будынку, на стене из одного из будынков. Кожный рымляне мог подойти и убачить, что Рым панует над светом. А теперь другая разгадка. Берем в руки свои телефоны або планшеты, открываем сторонку 104 нашего подручника, параграф 24, наводим QR-код и выполним задание. Жадаю вам успеха!